Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Вот подходит к концу моя обработка предпосевная лука-севка. Еще раз напомню, что вот этот лук я обрабатывала так называемым бабушкин метод. То есть без каких-либо там сначала солью, потом марганцовкой. Вот этим методом пользовались наши родители и бабушки на протяжении многих лет, когда не было еще никаких химических элементов для обработки. И иногда этого бывает достаточно. Вот сейчас я обработаю марганцовкой, и это может быть последним этапом, уже можно садить. Но если кто-то хочет еще, чтобы сходы были подружнее, то есть обработать или стимуляторами, или зольным раствором, или удобрениями. Но это уже не обязательно, это по желанию. У нас обязательные этапы, которые желательно делать, это сортировка, прогревание, обработка от вредителей, вот солью, что мы делали. И вот это вот сейчас убьем грибки, возможно, которые там есть, и можно будет садить. Сейчас я подробно расскажу про обработку марганцовкой, потому что этот способ, он хоть и старый, хоть и проверенный, но он не очень простой, и новички могут совершить ошибки некоторые. Вот в сети интернет сейчас очень плохо, что очень много слишком информации, и информация сильно разнится. Особенно вот про эту обработку марганцовкой, я даже специально поставила 3 стаканчика, чтобы вы не сделали роковой ошибки. Я вот сегодня специально посмотрела, каких только нет рецептов. И 4 грамма на литр, и 10 грамм на литр, и 25 грамм на литр, держать и 2 часа, и 40 минут, и 15 минут. И действительно, если человек захочет применить вот этот метод первый раз, у него голова пойдет кругом. Но я сразу вам скажу, что есть 3 концентрации различных, ой, сейчас указочку возьму. 3 концентрации, которые применяются при обработке лука севка. Это слабый, средний и очень концентрированный. Мой совет, очень концентрированным, если вы никогда с марганцовкой не работали, вообще даже про него забудьте. Он может обжечь, передержите лишние 2-3 минуты. Вот эти, которые, видите, вот эти молодые, вылазят уже, росточки. Они могут повредиться. Для начинающих рассматривайте только 2 вот этих. Чем они отличаются? В более слабом растворе мы держим долго. Можно 2 часа, можно 3 часа. Там написано 4 грамма на литр. Ну, как смерить вот эти 2-3-4 грамма, никто не знает. Я вот всегда делаю только по насыщенности раствора. Сразу скажу, что слабым раствором не убиваются все патогенные грибы. Какие-то там остаются. Слабый раствор, он помогает нам, конечно, обеззараживает. Но стопроцентный эффект от болезней вы не получите. Вы видите, он такой слабенький. Даже если вы 10 или 12 часов подержите, 100% никто вам не гарантирует. Добавлю, пока не забыла, после обработки марганцовки лук обязательно промывать. Обязательно. Он обеззаразится, но вся вот эта лишняя марганцовка должна быть смыта. Дальше идет средний раствор. Сейчас покажу. Вот если слабый был, видите, как он на просвет, сквозь него видно все предметы, которые стоят сзади. Вот слабый раствор, он уже немного более интенсивный. Там еще силуэты просматриваются. А если вы сделаете вот такой концентрированный, сквозь него уже ничего не видно. Вот этот самый эффективный, самый опасный. Им работают только опытные садоводы, огородники. И он, как сказать, кратковременный. Погружают буквально 5-10 минут и сразу вынимают. И, конечно, которые вот с пророщенными, уже с росточками, вот с такими, лучше в такой раствор ничего не погружать. Вы все сошрете. Я сама таким раствором никогда не пользуюсь. Несмотря на то, что много лет уже занимаюсь огородничеством, я такого раствора боюсь. Я всегда применяю слабый. Вот дошли до среднего. Средний раствор. Мерить граммами я никогда не меряю. Но вот видите, у них большая разница. Этот вообще приятного такого розового цвета. А этот чуть насыщенный, больше как к чернильному цвету. Вот пишут дозировку. 10 грамм на литр. Но я тоже никогда граммами не меряю. Я на глаз. Я добавляю, где-то там я читала, написано, несколько кристалликов на ведро, достаточно воды. Я вам советую просто по интенсивности окраски. Вот такой, если будет, если он просвечивает, но уже интенсивного цвета, это нормальный раствор. Я держу 30 минут, от 15 до 30. Все. Вот я сделала такой раствор. А, забыла сказать. Вот тот лук, который я обработала солевым раствором, я все-таки разделила на две части. Один сейчас я буду погружать в марганцовку. А вторую часть я оставила, потому что все-таки хочу показать вам про обработку еще фитоспорином. В последние годы, это далеко не бабушкин метод. Этот метод современный. И в последние годы, вот молодежь очень часто его полюбила использовать. Не надо угадывать там, какого цвета раствор. Действие такое же, убивают все грибковые вот эти там. Ну, а без зараживания проходит. Так что, вот смотрите, обработка в марганцовке, это альтернативный вариант. Может быть, обработка в медном купоросе, тоже самое от болезни. Обработка в фитоспорине. Это все одно и то же. Если вы сделали какую-то одну обработку, вторую обработку делать уже не надо. Вот я сейчас так же погрузила. Желательно, опять напомню, что пищевой посудой не пользоваться. Используйте те вот емкости, которые вам не жалко потом выбросить. Тот лук, который мы обработали дегтем, а не солью, я уже марганцовкой не обрабатываю. Потому что обработка дегтем, она сама по себе считается, что он все вот это вот как антисептик. Он уже сам деготь выступает, что вот он предотвратит эту луковицу и от гниения, и от каких-то заболеваний там. И вот этот метод, вот бабушкин, состоит только из того, что я отсортировала, прогрела, в соли подержала, в марганцовке обеззаразила. Все, я сейчас подержу 15 минут. Марганцовка, она действует моментально. Вот сейчас розовый цвет у нее пропадает, прям на глазах. Она будет потом, ну бесцветная просто, она значит уже поработала с луком. Все свои силы она потратила вот на обеззараживание. Я эту сеточку вытащу, я их разложу и после марганцовки, а промою, разложу. И после марганцовки рекомендуется промыть и немножко просушить. Все, и вы можете потом сеять свой лук. Обработка марганцовкой допускается в день посадки или за одни сутки до посадки. Заранее, если вы еще не думаете садить, никаких таких обработок делать не нужно. Если у меня будет время, я могу потом еще подержать или в зольном растворе, это удобрение, как природное удобрение, или эпином, подержать в эпине, мы одну капсулу растворяем в ведре воды, или просто сделать опрыскивание, это уже такое стимулирующее. Но я вот хочу вам сказать, что вот эти семена у меня куплены, посевной материал, и у меня возникает подозрение, я не буду садить до тех пор, пока они не проснутся, пока у них не появятся корни или не появятся росточки, потому что вот они у меня в замоченном виде уже, считай, сутки пробыли, я не вижу даже ни зачатка ростков, ни зачатка корней, вот маленькие, беленькие, должны хотя бы появиться, не появляются, вот здесь обычно всегда вылазит, вот как такой. Так что я хочу их еще простимулировать. Я сразу вам говорила, что вот этот материал, который я в соли обрабатывала, я когда купила луковицы, они мне сразу показались подозрительно, они немножко были с налетом плесени, и как бы влажноватые, вероятно, было нарушено условия хранения, и поэтому, видите, вот я их тут уже сколько туда-сюда, они постоянно мокрые, и даже нисколько ни росточков, ничего у них не появилось. Я боюсь, что если я их закопаю без признаков жизни, может быть, они вообще, ну как-то, какие-то негодные, что ли. И я вот даже после марганцовки сейчас обработаю марганцовкой, промою, я не буду их высаживать до тех пор, пока я не увижу корней или не увижу ростков. Так что, возможно, я еще их и в зольном растворе подержу, или в растворе какого-нибудь стимулятора, эпин, циркон, и только когда у них начнут появляться корешки или росточки, тогда я их буду высаживать. Как буду высаживать, я вам покажу, только не забудьте, что во время высадки, как бы мы вот их не обработали, все-таки лучше применять еще дополнительные средства, я вот сразу приготовила вот табачную пыль, для защиты наших растений от луковой мухи. Табачную пыль или обсыпать редки, или какие-то там поливают настоем из табачной пыли. Я когда буду садить, я что буду делать, я все вам покажу. Но я, конечно, показываю, это какую-то там, может быть, десятую часть того, что можно сделать. Люди делают всевозможные процедуры, чтобы потом летом себя освободить от борьбы с вредителями, от всех вот этих вот, когда лук у нас слабый, недружный, лучше сделать все, если есть у вас время, перед посадкой, во время посадки. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это вот четвертый этап после сортировки, после прогревания, после обработки соли. Сейчас мы обеззаразили марганцовкой, и, возможно, у кого-то будет этот этап последний. Этого достаточно. Если вы в солевом растворе подержали, в марганцовке протравили, можете смело высаживать, но обязательно промывать после марганцовки. Еще раз напоминаю, можете смело высаживать свой лук. Если вы видите, у них уже корешочки появились, если видите, что он ожил, как сдвинулся с мертвой точки, проснулся, садите лук. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok